Могли бы вы рассказать о перерождении? Все ли перерождаются? Я расскажу, но только после того, когда я отвечу на все наши вопросы. Существуют элементы, почему человек находится в аду. То есть человек говорит, да, хорошо так сказать, но как выбраться из ада, в котором я нахожусь? Могу дать вам совет. Этот совет, он называется совет персонифицированного загрязнения. Персонифицированное загрязнение души. Чем загрязняется наша душа? Я вам скажу эти слова, а вы их 100% забудете, подумайте, что это все не важно, начнете читать Лазарева и прочую ерунду, и в дальнейшем также останетесь в аду, в котором вы проживаете. Но если вы примете те слова, которые я вам скажу, я вам обещаю, что они не важны, как бы сейчас вам кажется, но если вы будете их исполнять, то ваша жизнь изменится на 100%, будет персонифицированным раем. Какие это элементы? Человек должен прекратить лгать себе, также прекратить лгать окружающему миру. И второе, ничего не обещать. И третье, ни в коем случае не мечтать. Почему? Если мечтаешь, делай, а если ты не делаешь, то и не мечтай. Мечты разрушают жизнь человека, переводя его в состояние ада. Я об этом рассказываю на четвертой обновленной ступени школы Кайлас. Также могу сказать, что душа начинает страдать, если человек врет, а также не сдерживает свои обещания. Человек должен прекратить врать, особенно себе. Он должен либо не обещать, либо сдерживать свои обещания, даже если ему это тяжело дается. И третье, ни в коем случае не мечтать, особенно вечером. А если он мечтает, то делать что-то для этой мечты. А если вы делаете что-то для этой мечты, можете мечтать. А если не делаете ничего, то даже в этом направлении не мечтайте. Особенно человек разрушает трансерфинг реальности, а также вот та ересь, которую пишут в разных книжках о том, как необходимо мечтать. Я вам хочу сказать вот что. Мечтайте, и ваша жизнь превратится в ад прямо при вашей жизни. Запомните мои слова. Я их еще раз сегодня повторю. Если мечтаете, делайте что-то в отношении вашей мечты. А если не делаете, то даже и не мечтайте. Иначе разрушите свою жизнь. Продолжение следует...